В Люберцах, не дожив два месяца до столетия, ушел из жизни участник парада Победы 1945 года Вадим Мальцев. Он участвовал в обороне Крыма и Кавказа, освобождал Белоруссию и Прибалтику, дошел до Восточной Пруссии. Эта съемка сделана три месяца назад. В последние годы парадный китель Вадим Петрович надевал только раз в году, в День Победы, чтобы посмотреть на боевые награды и вспомнить те страшные сражения, в которых погибли его однополчане, защищая родину. Мальцев мечтал стать моряком, но судьба распорядилась иначе. И за год до начала Великой Отечественной он поступил в военное авиационно-техническое училище и стал радистом. После окончания училища, уже в начале войны, я попал в Липецк, город, где формировались новые воинские авиационные части. И 26 сентября 1941 года я вылетел на фронт. С военных аэродромов Крыма и Кубани он обеспечивал вылеты самолетов. С боевых заданий, попадая под вражеские обстрелы, назад возвращались не все. Жизнь Мальцева несколько раз тоже висела на волоске. Я летел в Анапу на самолете Р-5 с пассажиром. И на посадке нас обстрелял немецкий истребитель. Самолет сгорел, экипаж сгорел, я остался жив. Судьба спасла его и в 1942 году, во время переправы через Керченский пролив. Немцы настолько там плотно обстреливали наши отступающие части и людей, что перебраться на сторону Кубани было довольно трудно и сложно. Впереди была битва за Кавказ. Основные сражения вели в низинах горного хребта. Морские бригады отстаивали каждый перевал Кавказского хребта. Гибли люди и от войны, и от погоды. 19 ноября 1942 года на фронтах Кавказских гор ударил мороз. И после сильного дождя все дороги на перевалах замерзли. Замерзли все войска, в том числе и немецкие, и наши. Фронт сразу сдвинулся на тысячу километров на север. Боевой путь истребительного авиаполка, в котором служил радиотехник Мальцев, лежал через Белоруссию, Прибалтику и Восточную Пруссию. За годы войны Вадим Петрович обслужил вылеты более 4 тысяч самолетов. Его полк 9 мая стоял под Кёнигсбергом. Но памятен ветерану не этот день. В эту ночь, 2 мая, была стрельба из пушек всего нашего Прибалтийского фронта. Сначала мы не знали причину этого торжества. Но потом нам сказали, что взят Берлин. И стало ясно, что фашизм разгромлен, столица фашизма повержена. Это была радость, и мы разрядили свое личное оружие в воздух. Через полтора месяца после капитуляции Германии в Москве прошел парад победы. В нем приняли участие более 35 тысяч человек. В составе сводного полка 1-го Прибалтийского фронта по брусчатке Красной площади чеканил Шак и рядовой Мальцев. Когда наш сводный полк проходил мимо Спадской башни, начался очень сильный дождь. Это был ливень. Этот ливень, как считали фронтовики, очистил всех от скверны, которая несла война и которая мучила людей. Вадим Петрович написал шесть книг с воспоминаниями о войне. Осенью к столетию фронтовика Академия исторических наук издаст книгу серии «От солдата до генерала». В нее войдут и очерки Мальцева. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.